Неосторожное обращение с оружием. Выстрелы в Владивостоке, да и в других населенных пунктах края звучат все чаще. Как в лихие 90-е сегодня с помощью пистолета, пусть и травматического, выясняют отношения. Для некоторых пострелять это просто забава. И нередко применение оружия заканчивается трагедией, как в нашем следующем сюжете. Трагедия случилась на Некрасовском переулке 1. Вечером тело мужчины заметили студенты ДВФУ, возвращавшиеся с занятий в общежитие. Пенсионер лежал за зданием, лицом вниз в луже крови. Не подавал признаков жизни. О страшной находке студенты сообщили в полицию. Прибывшие следователи предположили, что мужчина скончался от пулевого ранения в висок. Рядом с телом лежал травматический пистолет, из которого предположительно и был произведен выстрел. Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 74-летний житель рядом расположенного дома. По словам супруги погибшего, ее муж тяжело болел, отчего сильно страдал. Он никуда не ходит. Все болит, но никуда не ходит. Поначалу, когда у него начали ноги болеть, он начал обследоваться. Обходил, кучу денег заплатил и сказал, кроме гоморроя у меня ничего не нашли. И болеет, и болеет. И вообще перестал ходить в больницу. У него там еще, по-моему, на аденомопростаты, потому что моча не отходила. Несколько раз вызывали скорую. Я ему говорю, может быть, у тебя там рак. Он же тоже дает на ноги. Нет, это у меня суставы, это у меня колено болит. Но, правда, вот даже в последние дни у него ноги отекли. Прям вот такие столбики были. Неосторожное обращение с оружием, возможно, одна из причин трагедии. Жена погибшего призналась, револьвер супруг хранил в гараже. Теперь, откуда у мужчины появилось оружие, выясняют. Впрочем, как и все обстоятельства происшествия. Рекламу оружейных магазинов запрещают. Но интерес приморцев к оружию не пропал. Покупают травматы нередко якобы для самообороны. И в итоге используют не по назначению. Насколько просто сегодня приобрести пистолет, этот вопрос гость у студии Виталий Сергеевич Бачкин, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Здравствуйте, Евгения. Виталий Сергеевич, ну, начнем с цифр. Сколько сегодня приморцев ходит с пистолетами? И насколько эта статистика ежегодно растет? На сегодняшний день 21 тысяча жителей Приморского края являются владельцами оружия самообороны. В него входит как газовое оружие, которого все меньше и меньше, от которого граждане стараются избавиться, так и огнестрельное оружие ограниченного поражения, так называемой травматики резинострелы. Ну и охотничье, я так понимаю. Ну, охотничье оружие – это отдельная категория. Да, то есть человек может иметь и охотничье оружие, и оружие огнестрельное ограниченное поражение, в принципе, и газовое оружие. Поэтому у всего владельцев разного вида оружия 74 тысячи в Приморском крае. В интернете появилось видео на Кунгасном пляже, где отдыхают люди. Приехали молодые парни и начали стрелять в разные стороны из автомата Калашникова. Давайте сейчас посмотрим это видео и вернемся в студию. Как оказалось, этот автомат стрелял холостыми патронами. Пострадать якобы никто не мог. Но все же хочу напомнить за стрельбу из оружия, неважно какого, в населенных пунктах положен штраф. От 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и лишения лицензии. Я надеюсь, у ВД Края этот случай очень заинтересует. А что вы можете сказать вот об этой ситуации вот на Кунгасном пляже? Приехали молодые парни и начали стрелять из автомата Калашникова, пусть и не переделанного уже. Ну, во-первых, скажу, что... Его можно просто купить где-то, приобрести или что? Да. То оружие, с которого стреляли молодые люди на мысе Кунгасном, является охолощенным оружием. Его приобретение законом никак не ограничено. То есть, в принципе, лицо, достигшее совершеннолетия, может приобрести это оружие, предъявив паспорт. Для этого никакой лицензии получать не нужно. И стрельба из него производится только светошумовыми патронами. Но, как вы уже отметили, это все-таки оружие. То есть, закон относится к категории оружия гражданского. И стрелять из него просто посреди города нельзя. Можно подвергнуться от административной до уголовной ответственности. То есть, подробнее, нужно пройти медкомиссию, правильно я понимаю? Да. Медкомиссия либо в медицинском учреждении государством, либо в негосударстве, имеющем соответствующую лицензию. Для прохождения медкомиссии предварительно потребуется взять справки у нарколога и психиатра, что гражданин не состоит на учете. И сдать одно из нововведений прошлого года – химико-токсикологический анализ на содержание наркотиков в организме гражданина. Прохождение нарколога и психолога – это главные пункты, чтобы получить медкомиссию. То есть, если ты не наркоман и не алкоголик, то, в принципе, приобретай пистолет. Вы знаете, я провела небольшой эксперимент и выяснила, что медкомиссию можно получить, не выходя из дома. Давайте посмотрим. Я записала телефонный разговор. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Ну, у вас с наркологом, с психом там все в порядке? В смысле, а вы не сможете это сделать там как-то вместо меня? Нет, мы сможем, но я просто спрашиваю, чтобы я не приехал, мне не сказали, что у вас там какие-то проблемы. А, в смысле, стою я на учете или нет? Да. А, нет, конечно, не стою на учете. Ну, все, тогда хорошо. А вы сможете сделать и психиатра, и нарколога, чтобы вы меня не проверяли, я никуда не ездила, правильно? Да. А для этого что, нужны мои какие-то данные вам или надо нам встречаться? Ну, для паспорта и все, больше ничего не надо. По почте могу, если что, кинуть? Да нет, желательно в офис подъехать, оставить. А где у вас офис? Народный проспект. А, недалеко, в центре. А скажите, это, ну, в смысле, это официальная будет комиссия, я не понимаю? Потому что не возникнет у меня никаких проблем? Через какую больницу там? Ну, своя клиника частная. Ну, у нас лицензия есть. Частная, своя клиника? Да. А какая, ну, в смысле, так можно в любую, что ли, клинику, я не понимаю, заехать? Только у которой есть лицензия на выдачу таких справок медицинских. А, я все поняла. Ну, хорошо, ну, скажите тогда адрес, я запишу. Народный проспект 11-Б. Народный проспект 11-Б. 11-Б. Да. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, вот так вот, Виталий Сергеевич, видите, за 5 тысяч рублей у нас сегодня можно получить медкомиссию, не выходя из дома. В связи с этим, собственно, вопрос. Планируют ли на законодательном уровне в ближайшее время, может быть, ужесточить как-то получение разрешения? Ну, отвечу, что не все граждане, конечно, желают потратить время и в законном порядке пройти медкомиссию. Но в ходе нашей работы мы выявляем зачастую такие факты. Регистрируется материал, регистрируется сообщение о преступлении и проводятся доследственные проверки, затем возбуждение уголовного дела. И некоторые граждане в ближайшее время уже не увидят это оружие. Что касается усиления контроля, то регулярно проводятся определенные мероприятия. В частности, в прошлом году было введено требование обязательного прохождения химико-токсикологического исследования. Я упоминал уже о нем. То есть теперь не просто достаточно справки, что ты на учете не состоишь по каким-либо причинам. Может быть, просто тебя еще не обнаружили как наркоман. Ну, смотрите, вот, допустим, мой телефонный разговор показал, что на самом деле и это, наверное, могут сделать правильно. Или это уже как-то не подделаешь. Частные клиники могут иметь вообще разрешение лицензию? Конечно, конечно. У частных клиник есть лицензия. Не обязательно прохождение медкомиссии в государственной клинике. Главное, по закону сейчас еще установили, чтобы врач-психиатр проводил осмотр, который в государственной поликлинике, либо государственное учреждение по месту жительства. По наркотикам ввели тест. И не факт, что те люди, которые сделали, так сказать, медкомиссию по объявлению, получат лицензию, что они дойдут до нас и не будет выявлен факт использования заведомо подложного документа. Хотелось бы напомнить гражданам, что за использование заведомо подложного документа уголовным кодексом предусмотрена ответственность. Это часть третья статьи 327. Скажите, а вот ваши инспекторы конкретно как контролируют? Допустим, дали разрешение лицензии человеку на приобретение оружия. Дальше какой процесс его проверять? Действительно ли он должным образом содержит свое оружие в том же сейфе или нет? В соответствии с нормативными документами МВД и постановлением правительства, устанавливающим правила оборота гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации, сотрудники полиции обязаны не реже одного раза в год проверять условия хранения оружия у граждан, то есть наличие того же самого сейфа, ящика, закрывающегося на замок. В свою очередь сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений контролируют своевременность этих проверок, своевременность обращения граждан за продлением разрешений. Раз в пять лет граждане обязаны подать документы на продление. Я поняла, то есть работу ведете. Работу ведем, да. Благодарю вас, Виталий Сергеевич, за интересное интервью. Я напомню, гость студии Виталий Сергеевич Бачкин, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. На оружие можно заработать. В краевом бюджете на 2016 год на выплаты приморцам за добровольно сданное оружие или предметы вооружения предусмотрели около миллиона рублей. На сегодняшний день почти 600 тысяч уже выплатили. Жители края сдали 19 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, около 2000 патронов и взрывчатые вещества. В будущем сумму вознаграждения планируют увеличить. А вот наказание за хранение оружия без разрешения ужесточить. В соответствии с законодательством Российской Федерации за участие в незаконном обороте оружия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. Граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Гражданин, изъявивший желание на возмездной основе сдать незаконно хранящиеся у него оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, может обратиться в любой отдел внутренних дел. Всего же с начала года на территории Приморья из незаконного оборота изъяли 174 единицы огнестрельного оружия и около 4500 боеприпасов. Если вы знаете о фактах любого нарушения закона Российской Федерации, вам есть что рассказать у нас в студии, пишите на электронную почту, которую вы видите на экране, или звоните по телефону 2016-00. Мы постараемся разобраться в ситуации. А на этом у меня все. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите «Автопатруль». Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Снято. Автопатруль. Продолжение следует...